Япония очень активно начала вооружаться на фоне увеличения вдвое расходов на оборону. И хотя речь идет лишь об увеличении с 1 до 2% от ВВП, это рост на примерно 54 миллиарда долларов. Но кроме самого увеличения расходов Токио хочет продемонстрировать более чем мощные темпы превращения денег в вооружение. И в планах построить 12 фрегатов нового класса за 5 лет. Этот заказ является корректировкой плана построить 22 фрегата класса Магами, из которых окончательно решено построить лишь 12. А еще 12, то есть еще плюс 2, по обновленному проекту. При этом сроки выполнения программы не изменились. До 2024 года в общей сложности будут спущены на воду 12 фрегатов по текущему. А до 2028, еще 12 по обновленному проекту. Эти корабли должны заменить устаревшие, постройки 80-х годов, фрегаты класса Абукума и эсминцы класса Асагири. При этом назвать Магами устаревшим невозможно, потому что начали его проектировать в 2015 году. И речь идет о сверхсовременном стелс-фрегате стандартным водоизмещением 3900 тонн и главным вооружением в виде 16 универсальных пусковых шахт Марк 41. Они предназначены для размещения, как зенитных ракет, включая противоракеты Рим-161 стандарт Мысл-3, так и крылатых ракет RGM-109 «Тамагавк». В то же время за счет размещения отдельного ЗРК Type 03 с дальностью уничтожения целей до 50 км, высвобождается больше ударных возможностей корабля. Текущая стоимость фрегата класса Магами составляет 580 миллионов долларов за единицу на основе бюджетного запроса морских сил обороны Японии в августе этого года. Отметим ориентировочные изменения, которые будут внесены в проект Магами в более мощной версии. Водоизмещение будет увеличено до приблизительно 4800 тонн. Длина со 132 увеличится до 142 метров, а ширина увеличится на 0,7 метра, до 17. Также в новый фрегат интегрируют новую версию противокорабельной ракеты Type 12, которая должна иметь дальность в 900, а впоследствии в 1500 км. Кроме того, будет усилена противовоздушная оборона корабля путем интеграции новой неназванной зенитной ракеты. На фоне этого можно отметить, что у России всего на всем Тихоокеанском флоте, один советский ракетный крейсер «Варяг» и четыре советских фрегата проекта 1155. Один из них прошел модернизацию по проекту 1155М и получил калибры с «Ониксами». Второй на модернизации до 2025 года. Если посмотреть на планы на условный 2028 год, то в целом на Тихоокеанском флоте у России будет до двух модернизированных фрегатов проекта 1155М и до трех новых фрегатов проекта 22350. То есть всего пять фрегатов. И это будут все крупнейшие надводные корабли России в Тихом океане, против не только фрегатов «Магами», но и где-то десяти ракетных ИДЖИС-осминцев.